Всем привет! Сегодня мы узнаем, как приготовить курицу по рецепту Гордона Рамзи. В качестве гарнира я буду использовать запеченный картофель и свежий салат. Готовы смотреть? Тогда начинаем! Так как картофель будет готовиться около 30-35 минут, мы начнем с него. Нечищенный молодой картофель лучше брать небольшой по размеру, чтобы он лучше запекся и его не нужно было разрезать по частям. Хорошо промываем и оставляем в миске на 10-15 минут, чтобы убрать всю грязь. Еще раз промываем его проточной водой, вырезаем починные части, глазки. Теперь картофель полностью готов к маринованию. Приступаем к приготовлению маринада. Берем чеснок, режем на небольшие слайсы и складываем все в миску. Добавляем несколько лавровых листиков и немного сушеного розмарина. Отлично подойдет и свежий, но я его не нашла. Берем большую емкость, вливаем туда 3 столовые ложки растительного масла, добавляем чесночную смесь и все перемешиваем. И еще добавляем соль и черный перец по вкусу. Теперь этим маринадом покрываем полностью весь картофель и оставляем на 5-10 минут, чтобы картофель полностью пропитался всеми пряностями. 10 минут прошло, выкладываем подготовленный картофель в противень, который я заранее застелила бумагой для запекания, и выкладываем туда картофель. Важно, чтобы картофель лежал именно в один слой. И сверху выливаю остатки чесночной смеси. Картофель прокалываю вилкой и ставлю в разогретую духовку на 180 градусов на 30-35 минут. А сейчас займемся приготовлением курицы. Куриное филе я просушиваю бумажным полотенцем. Это нужно для того, чтобы в грудке получилась румяная корочка. Убираю все ненужные части и разрезаю грудку на 2 части. В этом рецепте я использую 2 филе, поэтому у меня получится 4 порции. Куриные грудки обваливаем в муке, в которую я добавила соль и перец. Мука поможет загустить соус. И убираю излишки с помощью рук. На сковороду вливаем ложку растительного масла и добавляем кусочек сливочного масла. Для того, чтобы курица имела золотистый цвет. А растительное масло не даст сгореть сливочному. Обжариваем буквально по 2 минуты с каждой стороны. А мука защитит курицу от высыхания. То же самое делаем и с второй порцией. Половинку луковицы режем на небольшие кубики. И обжариваем на сковороде. В том же масле, что осталось от курицы. Добавляем еще немного растительного масла и сливочного. И ждем, когда лук закарамелизируется. После этого вливаем белое вино. Перемешиваем и ждем, пока лук не загустеет. В то же время алкоголь выпарится, оставив блюду очень вкусный и приятный аромат. Добавляем к соусу 2 столовые ложки томатной пасты. И перемешиваем. Вливаем пол чашки куриного бульона. И снова перемешиваем. И ставим на небольшой огонь. Добавляем в соус 2 небольших помидора. И перемешиваем. Выкладываем куриное филе. И все заливаем соусом. Курица в этом соусе должна тушиться 7-8 минут. К куриному филе добавляем оливки и каперсы. Это придаст соленость этому блюду. И все перемешиваем. Скручиваем 3 листика базилика в сигарету и нарезаем. И добавляем к блюду. Выдавливаем половинку дольки лимона. Курица готова. Сейчас займемся приготовлением салата. В рукколу добавляем немного оливкового масла. Сок из дольки лимона. И 30 грамм натертого пармезана. И перемешиваем. Наш обед готов. Первым делом выкладываем сочную и пикантную курочку. Казалось бы, обыкновенная курица. Но с нее можно сделать удивительный шедевр. Добавляем ароматный картофель. И очень вкусный и полезный салат. Таким блюдом вы приятно удивите и порадуете дорогих вам людей. Радуйте свою семью. И всего вам хорошего. Удачи! Продолжение следует...